Спасибо, спасибо, что вы пришли. Хочу сказать, как я здесь оказался, не потому что я главный редактор журнала «Сеанс», а, наверное, потому что я один из кураторов выставки, посвященной Алексею Блабану, которая действительно проходила на Севкабеле. Для нас фильм о воздушном летании в России это такая маргинальная довольно история. Мы не стали даже посвящать этому фильму так уж много времени, потому что, как казалось, это боковое явление в фильмографии Блабанова. Фильм 1989 года, «Киев научный фильм». Блабанов начинал как режиссер-документалист. В его фильмографии есть еще один документальный фильм, который называется «Настя игор», но там история личная. Это фильм о друзьях Блабанова, о Насте Полевой и Егоре Белкине, о музыкантах, и он их снимал с расстояния вытянутой руки фактически. Это фильм во многом и о нем самом, о его жизни. А эта картина, картина о полете на воздушном шаре в городе Нерехта в XVIII веке, она такая странная для Блабанова, хотя я думаю, что те, кто знаком с фильмографией Блабанова, с его фильмами, с его работами, наверное, найдут в этой картине много для себя узнаваемого и какие-то черты его стиля, его художественного языка обнаружат. Что интересного в этом фильме? Во-первых, это мокюментари, это такой жанр, когда какая-то фикция выдается за что-то настоящее. Я не буду спойлерить, особенно чтобы портить вам как-то впечатление от фильма и от удивительных открытий. Но речь в нем идет о таком человеке под именем Крикутный, который якобы летал на воздушном шаре и совершил первый полет на воздушном шаре. И информация об этом полете есть в летописи, в каких-то описаниях, они дословно фактически повторяются в фильме. Но версия эта была распространенная. В середине даже XX века говорили, что действительно первый воздухоплаватель, но сейчас ученые говорят, что это все вымысел из XIX века до нас дошедший, и никакого Крикутного не было. И рассказ — это странная такая фантазия. И это меня наводит на мысль о том, что, вообще говоря, кино как искусство вымысла и вот эта история воздухоплавания, конечно, близки, потому что кино и полеты — это смежные какие-то, связанные друг с другом фантазии. Они, в общем-то, и возникли, наверное, в одно и то же время, в конце XIX века, когда вплотную люди подобрались к тому, чтобы летать с одной стороны, а с другой стороны иметь возможность снимать быстрые движения. И вот наша история взаимоотношения кино и авиации и воздухоплавания начинается, на самом деле, в 1903 году, когда в декабре братья Райт, небезызвестные, попытались совершить свой первый полет, который занял буквально несколько секунд. В Северной Каролине на дюнах Киттихок они подняли свой первый самолет с двигателем внутреннего сгорания. И, что удивительно, то есть есть хроника полета, но она, на самом деле, была сделана в 1908, по-моему, или в 1909 году уже во Франции, когда они совершили второй или третий вылет. Они вообще-то не очень любили, когда снимают их испытания, потому что считали, что конструкцию планера могут повторить, украсть. И как изобретатели они не любили показывать свое детище. Но чтобы задокументировать тот факт подъема над землей, им, конечно, было необходимо кино или хотя бы такие фотографические аппараты, которые могли бы быстро снимать, то есть чтобы успеть запечатлевать, у которых был бы быстрый затвор, и можно было бы показать, как он поднимается, опускается этот аппарат. Давайте можно посмотреть первый ролик. Вот это съемка компании ПАТЭ. Видите, логотип стоит ПАТЭ. Вот они поднимаются в воздух. Страннейшая вещь. Тогда еще авиация была такой мирной и удивительной мечтой. Мне кажется, что в случае с воздушными шарами такое осталось. Странно нас узнать, что буквально через 10 лет и, в общем, этот музей, наверное, тому напоминание, ратная палата, напоминание тому, что авиация превратится в оружие довольно страшное, что с неба посыпятся бомбы, что самолеты будут друг в друга взлетать, и буквально через 10 лет начнется, соответственно, Первая мировая война, а потом в 20-е годы будут уже снимать фильмы о полетах не как исполнении мечты, не как о чем-то возвышенном, а просто о смертельных, страшных машинах. И если вы помните, например, фильм «Авиатор», такой помните, «Скорсезе», который рассказывает о судьбе и жизни Говарда Хьюз, интересного персонажа, очень изобретателя, миллиардера и кинопродюсера, в котором сплелись тоже, опять же, авиация и кинематограф, он снимал свой фильм «Ангела Ада», он его назвал, о пилотах Первой мировой войны, и в его фильме участвовало, представляете, 87 летчиков, три из них погибли во время исполнения трюков. И, конечно, взгляд на авиацию был уже и на полеты совсем другим в 30-е годы. Достаточно сказать, что, например, футуристов итальянских тоже очень интересовали полеты, и они, например, «Вторая волна футуристов» рисовали вот эти поразительные картины со странными ракурсами, когда вдруг художник смотрит на прошутиста, например, сверху, или пытается заглянуть в кабину бомбардировщика, пикирующего к земле и рисует какие-то авангардные формы взрывов. То есть, мне кажется, что сама возможность полета очень важна для кинематографа как возможность нового взгляда на реальность, реальность 20-го века и реальность того, как можно поставить камеру, как вообще можно удивительно увидеть и страшно видеть мир, который расстилается внизу. Может быть, посмотрим, давайте еще второй ролик, это «Ангела Ада». Это реклама к перевыпуску фильма в 50-е годы. Ну, собственно, Говард Хьюз, они немножко про него рассказывают, какой он был гений, продюсер и все такое. Человек был совершенно безумный, но с фантазиями. Вот, например, стал возможен такой взгляд сверху. И в небо уже начали смотреть как источник опасности. Потрясающие съемки, на самом деле. Мне кажется, что никогда еще не ставили до Хьюза камеры на самолеты, как представить себе, чтобы в современном кино снимали одновременно. Ну, это, понятно, комбинированное, но когда летает в небе 50 самолетов, это не было равным до этого дня. Он был огромным событием, и что интересно, первым фильмом, который стал лучшим фильмом на премии «Оскар» был другой фильм «Крылья» в 1927 году. А, например, мне кажется, «Крылья» 1927 года, «Ангелы ада» 1930 года, и интерес к авиации как к техническому, невероятному техническому достижению, которое развивается параллельно с кинематографом, он очевиден. И, например, во время Второй мировой войны уже на Тихоокеанском фронте будет работать пять великих американских режиссеров, среди которых, например, Вильям Вайлер, он не на Тихом океане, он в Британии будет расквартирован со своей киногруппой, они будут снимать фильмы просто из кабины американских бомбардировщиков, которые будут бомбить Германию, то есть вместе с летчиками бомбардировочной авиации, они будут садиться, как-то располагать камеры, там, где должны были стоять пулеметы, снимать из бомбы люка, и это выглядит совсем не так невинно, как то, что вы видите в картине Алексея Балабанова. Мне кажется, что невинность к авиации вернулась, конечно, уже в послевоенные годы, и авиация как мечта, как мечта о полете, это авиация 60-х, 70-х, можете вспомнить, мне кажется, я думаю, десятки фильмов романтизирующих профессию летчика, профессию стюардессы, может быть, профессию даже человека, который сидит на земле в диспетчерской и контролирует передвижение самолетов, и возвращается, мне кажется, сама мечта о том, чтобы взглянуть на мир с высокой точки и посмотреть на него каким-то другим взглядом. Давайте, знаете, включим один из, фрагменты одного из любимых фильмов Балабанова Андрей Рублев, наверняка, вы помните начало этого фильма, в котором фактически Тарковский пересказывает историю Крикутного и Нереха, правда, он ее в Средневековье погружает. Это странная мечта о том, что можно взлететь и подняться даже выше собора, и подняться. А ну, давай, поднимай. Господи, успеть бы. Давай скорей, отвязывайся. Архив, я щас, щас я. Скорей, скорей, едим! Здесь, здесь, сейчас. Дядя, режь верёвку! Я режь верёвку, дядя! Дядя, режь верёвку, дядя! Дядя, режь верёвку, дядя! Говорёшь, Гаврила! Лечу. Эй! Эй, Ефим! Ты куда? Лечу! Лечу! Архив! Лечу! Эй! Эй! Выто гоняйте меня! Эй! Эй! КОНЕЦ КОНЕЦ Господи, что это? КОНЕЦ Вот, собственно, все, можно выключать. Да, ну, если вы внимательно смотрели, вы наверняка увидели, что есть плавные фрагменты, когда камера двигается плавно, иногда она подергивается, что, наверное, выглядит, может, даже... Ну, как непонятно, почему она дергается современному зрителю, потому что мы привыкли к тому, как снимают дронами или какими-то камерами с стабилизаторами. Но вообще говоря, кино — это очень несвободное искусство, оно имеет очень много технических ограничений, и кинематографисты, конечно, всю историю кинематографа мечтали об освобождении камеры. И о том, чтобы камерой можно было водить, как художник, водит кисточкой, о том, чтобы можно было отправлять в любую точку. И в этом смысле, наверное, только анимация была до определенного момента свободна, и обладала возможностью взглянуть на мир с любой точки и с любой траекторией. И мне кажется, что вот эта несвобода кинематографа, она, конечно, толкала его как будто подсознательно к теме воздуха, к стихии воздуха, к самой свободной стихии, и в каком-то смысле богоборческой, как мы видим. То есть ты не можешь летать, при этом не нарушая какие-то сущностные законы бытия. Я думаю, что нам нужно вернуться в Америку ненадолго и показать, наверное, самые две эффектные американские сцены, снятые с воздуха. Это, во-первых, фрагмент из фильма «Апокалипсис сегодня» Коппола, потому что Коппола, ну, наверное, как никто, выразил вот этот психопатический полет. То есть воздух как что-то злое, с одной стороны, с другой стороны, смотрите, как он строит сцену монтажную. То есть знаменитая сцена нападения на вьетнамскую деревню под полет валькирий. Вагнера. 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 Вагнер. Вагнера. КОНЕЦ Это классическая сцена, наверняка многие из вас ее видели, я просто хочу обратить внимание на определенные моменты. Во-первых, что как будто бы эти летчики, которые атакуют сверху, они снимают какой-то свой страшный фильм. Есть синтез картинки, саундтрека, который они сами включают, а пулеметы превращаются в какое-то подобие киноаппарата. И действительно пулемет и кинокамера, они в чем-то имеют общие элементы конструкции даже. То есть кино превращается в какое-то смертельное, страшное искусство. Вот такая возможность посмотреть на все вверх ногами, вверх тормашками. Интересно, что снимал Коппола в своем фильме настоящие совершенно вертолеты, которые, возможно, там день назад летали бороться с повстанцами, а потом за деньги просто участвовали в съемках. Было очень много упреков в адрес Коппола и его команды, что он сотрудничает с режимом филиппинского диктатора и использует неэтичные методы съемок. Жуть. Посмотрите. 6410, мы на деревне. Вижу машину вдвое. Снижаю. Отлично, Холкс, отлично. Ну все, я думаю, что можно выключить и показать еще из фильма «Сияние», по-моему, следующий момент, тоже воздух как источник страха и ужаса. Это удивительная сцена из начала фильма. Обратите внимание на музыку. Для фильмов начала 70-х это было что-то фантастическое. То есть, все равно, видите, это подергивание съемки с вертолета. Стабилизация не идеальная, но снять что-то подобное было очень тяжело. Сейчас для современного человека, ну, это как бы такой обязательный элемент любого сериала, примерно съемка с дрона. Я знаю, что операторы уже стали отказываться от дронов и каких-то коптеров, потому что это кажется страшной банальностью. А тогда, ну, ты не понимаешь, кто наблюдает за этими людьми, как камера двигается. Ну ладно, можно закончить. Если не видели фильм «Сияние», посмотрите. Начало, мне кажется, фантастическое. Она тебя затягивает в это ограниченное пространство отеля проклятого. И, как мне кажется, существует две стихии воздуха и вообще два полета в кино. Это, с одной стороны, полет военной авиации, полет какого-то зла, а с другой стороны, полет мечты и чего-то все-таки все еще до сих пор фантазийного. Поэтому летает Мэри Поппинс на своем зонте, поэтому Дороти там в своем домике тоже опускается на голову злой волшебницы. Поэтому в матрице Нео как-то взмывает или Супермен куда-то летит, или слоненок Дамбо на крыльях своих ушей как-то машет. Кстати, про слоненка Дамбо мультфильм вышел в 1941 году, как раз когда японцы бомбили Перл-Харбор, выходил фильм про слоненка Дамбо. Вот вам прямое столкновение двух воздушных стихий. И мне бы хотелось показать вам еще один фрагмент из фильма Алана Паркера и уже закончить историю про технические инновации. Потому что, как вы понимаете, было очень сложно снимать воздушную стихию, было очень сложно договариваться о том, что нужно поставить камеры на самолеты, было очень сложно стабилизировать картинки. И поэтому больше использовали краны, больше использовали канатные дороги, когда прокладывали столбы и как-то пытались плавно, как на рельсах, камеру опускать или поднимать. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели из фильма «Птаха. Сцену сна». Главный герой этого фильма, он все время мечтает о том, чтобы стать птицей. И один раз ему снится сон, что он стал птицей. Вот. Дома перепелки. Я надеюсь, что я мог бы сказать Аллу, но я тоже боюсь. В моих мечтах ничего не держит меня. Все все отсюда и отсюда. Нет, в моей жизни, чтобы меня здесь не было. Я надеюсь, что я мог умереть и родиться снова, как родитель. Сейчас. Смотрите, камера снимается с места. И непонятно, как она может удерживать вот эту траекторию, по которой она полетит. Сейчас такие вещи делают на компьютере просто, склеивая несколько дублей, работая со странными стабилизаторами. А тогда, в начале 80-х, Паркеру с его оператором, Майклом Серасиным, который, кстати, снимал потом узника Астабана, Гарри Поттера, удалось сделать специальную систему. Они поставили 4 столба 30-метровых, притянули между ними тросы. И на специальном гироскопе повесили камеру, и они смогли на приводах управлять с одной стороны углом, а с другой стороны скоростью, по которой она двигалась по странным траекториям, которые имитируют, ну, полет воробья, я не знаю. Это какой-то третий способ полета в кино. Не воздушный шар, не боевой самолет, а что-то живое. Ну, собственно, все. Похожие технологии сейчас работают, когда снимают футбольные матчи, например. То есть вот камера-паука, про которую говорят комментаторы обычно, которая может опускаться практически к ногам футболистов или подниматься высоко-высоко, чтобы показывать картинку сверху, она устроена тоже так же, летает на тросах. Что касается русского контекста нашего, мне кажется, что у нас есть, по крайней мере, несколько режиссеров, которые обожают воздух и полет как таковой. Это, во-первых, Александр Николаевич Сокуров, который и сам, по-моему, имеет права пилота. Потому что я лично видел съемки, как он управляет маленьким самолетом. Мы когда делали выставку, посвященную Сокурову на Ленфильме, опубликовали это видео, и посетители с интересом за ним наблюдали. И в своих фильмах он очень интересно работает с воздухом, с полетом. Если вы помните фильм «Солнце», там есть сцена фантасмагорического страшного сна, где гигантские рыбы бомбят Токио после уже бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Очень страшная сцена, с одной стороны. С другой стороны, есть, например, начало фильма «Дни затмения», где под музыку композитора Ханина спускается как будто бы инопланетный корабль. Я уже думаю, что сейчас мы не будем, наверное... Ну, можно, давайте посмотрим. Прям вот есть тоже какой-то еще новый взгляд. Какой-то новый взгляд на землю. Сокоров снимал этот фильм в городе, где он вырос, в Красноводск, в пустыне, в Туркмении. То ли она летит, эта камера, то ли падает, то ли приземляется что-то неопознанное. Фильм снят по фантастическому роману Стругацких. Если возвращаться к Балабанову, то Балабанов, как мне кажется, никогда не был человеком, ну, сосредоточенным на воздушной стихии. Мне кажется, что он ценил всегда технические возможности, то есть возможность, например, поставить на съемочной площадке хотя бы кран или два крана, возможность подняться к камере снизу вверх или опуститься наоборот. Но, вообще говоря, его стиль очень лаконичен, и он никогда не просил продюсеров чего-то большого. Он ограничивался тележкой, часто ручной камерой или снимал с автомобиля. Пожалуй, самый его насыщенный в операторском смысле фильм — это его дебютная картина «Счастливые дни». И вот можно включить фрагменты «Счастливых дней». Наверное, это будет последний фрагмент наш. Можно его включить? Я думаю, что... Ну, давайте посмотрим, как двигается камера. Это максимум, на который может подняться камера на кране такого рода. За кадром звучит Вагнер, ария из «Летучего голландца». Что, наверное, тоже что-то там означает. Что касается фильма, который мы будем сейчас смотреть. Как я уже говорил, это, наверное, для Балабанова работа не самая главная. Но она очень редкая. Я очень рад, что вы пришли посмотреть. В нормальном качестве она недоступна. И в каком-то смысле я очень рад, что музей смог сделать копию, потому что, наконец-то, ее можно будет посмотреть дома или, может быть, еще на каких-то мероприятиях. Мы, когда делали ретрофеструктиву Балабанова, все время из экономии как-то не показывали эту картину. Картина короткая. Начинается она с прибытия поезда, что, наверное, тоже важно для Балабанова. У Балабанова есть пунктик на поездах. И я тоже, честно говоря, думаю, что хороший фильм. Он вообще без поезда не может и без прибытия поезда. И важно, что кинематограф приезжает в гости к воздухоплаванию на поезде и уезжает оттуда тоже на поезде. Важно, что это фильм про такого, хоть и вымышленного, но настоящего русского чудака, который придумывает что-то новое. И Балабанов Сильянов со своим товарищем, к которому он пойдет работать буквально через год после этого фильма, они вот такие тоже русские чудаки. Балабанов был, а Сильянов остается. Люди, которые из какой-то вот палочки выстругивали кинематограф, новый отечественный кинематограф, которые умели делать фильмы минимальными средствами. И после этого фильма, если вы заинтересуетесь им, я вам советую прийти домой и посмотреть картину «Первая на Луне» Федорченко, тоже, кстати, свердоловчанин, екатеринбуржца, который снял тоже вымышленную историю. О других первопроходцах, о советских космонавтах, которые долетели и высадились на Луне. Называется «Первая на Луне». Посмотрите его тоже обязательно. Этот фильм, я надеюсь, он вам понравится, и вы сможете его, наверное, в какой-то момент еще тоже пересмотреть или посоветовать своим друзьям. Спасибо огромное, что вы пришли. И хорошего просмотра. Продолжение следует...